Привет, друзья! С вами снова Орех и новый выпуск видеоподкаста на просторах Геймленд Тру. Сегодня в программе Новый GTA с украинским колоритом Секшн 8. Мечта космодесантника Лея. Все монстры в одном месте Рагнарог Онлайн станет карманным Тайная мечта Сида Майра Empire Earth 3. Война трех королей Eternal Sonata. Подарок для фанатов Project Silph Fit. Космосим по-японски MMO RPG года. Age of Conan Hyborian Adventure Певица Руслана, три года назад победившая на Евровидении с песней «Дикие танцы», озвучит одного из ключевых персонажей GTA 4. По сообщению портала Ask Today, украинскую поп-диву пригласили представители Rockstar Games в качестве голоса одной из главных героинь четвертой части Гранд Фифтавка. По неподтвержденной информации, девушка не только сыграет роль, но и подарит официальному саундтреку несколько композиций из своих старых и одного нового альбома. Осталось позвать Андрея Данилко, и получится настоящий славянский угар. Компания TimeGate, известная в первую очередь по дополнению к Fear, Extraction Point и подзабытой ролевой стратегии Koan, анонсировала свой первый самостоятельный FPS-проект в Section 8. Деталей не так много. Известно, что игра выйдет в версиях для PC, PlayStation 3 и Xbox 360, а главные герои в специальных костюмах занимаются зачисткой планет в космических масштабах. В общем, что-то вроде старенькой Трайпс в технически продвинутом окружении. Чем ближе релиз Леер, тем больше я люблю эту игру. Гигантские драконы. Потрясающая графика и сражения с целыми армиями жалких людишек. Ожидание становится еще более томительным, когда узнаешь о том зоопарке, который предстоит встретить в игре. Здесь есть и похожие на огромных скатов летающие создания, боевые носороги, гигантские быки, динозавры и просто невероятных размеров водяной змей. В последнее время в геймерских кругах муссируется информация о том, что ведутся активные работы по портированию MMORPG Ragnarok Online на Nintendo DS. Мы попросили прокомментировать эту новость пиар-менеджера компании Gravity, той самой компании, которая разработала оригинальную версию игры. На самом деле компания Gravity не имеет отношения к разработке Ragnarok Online для Nintendo DS. Этим занимается компания Gungho Online Entertainment. Она также занимается продвижением Ragnarok Online на территории Японии. И там же будет разработана Ragnarok Online для Nintendo DS. Разработка игры сейчас ведется. К сожалению, у нас нет никакой информации, потому что разработкой даже... Эта компания выступает как издатель Gungho DS, а саму разработку ведет сторонний разработчик. Мы знаем только, что она будет готова в 2008 году. Сид Майер уже давно и безрезультатно шел к своей мечте. Самой красивой, простой и одновременно увлекательной версии цивилизации. На прошлой неделе 2K Games и студия Firaxis с гордостью представили Сид Майер's Civilization Revolution. Игра ожидается только весной следующего года и будет выпущена исключительно на консолях. Новый проект обещает 16 цивилизаций, известные исторические фигуры, исследования, войны и эпоху космических открытий. А теперь обзоры. У этой истории не будет конца. Компания Vivendi Games представила новую часть своей глобальной стратегии в реальном времени Empire Earth 3. Вам вновь предлагают взглянуть на непростую историю человечества через призму разрушительных войн и катаклизмов. На выбор предложены три цивилизации. Запад, Дальний и Ближний Восток. При этом каждая фракция отличается уникальными родами войск, строений и вытекающей отсюда тактикой ведения боя. Разработчики поделили наш голубой шарик на 60 разрозненных секторов. Вместе с борьбой за всемирное господство осуществляется постепенное развитие цивилизаций. Если в самом начале основным оружием являются дубины и пики, то ближе к концу вы откроете для себя всю прелесть звездных войн. Чего не хватает в Xbox 360. Конечно же крутых японских ролевых игр. Впрочем, ситуацию пытается исправить Намка Бандай, выпуская в продажу Eternal Sonata. В качестве сюжета разработчики взяли мало кому известную историю о сне композитора Шопена, увиденном им перед смертью. Несмотря на интересный сценарий, геймплей в игре все же довольно стандартен. Бегать вокруг да около, искать то не знаю что и убивать всех попавшихся на ходу врагов. Во время боя персонажи перемещаются по арене в реальном времени, расходуя при этом запас action points. Многое в битвах зависит от положения вашего персонажа. Например, в тени и на солнце характеристики персонажей могут изменяться, а это уже влияет на тактическую модель игры. Добрую атмосферу сказки прекрасно дополняет красивая музыка и необычная графика. Проджект Силфит Редкий представитель космических шутеров с глубоким и драматическим сюжетом. Вам предлагают выступить в роли мальчика Гермафродита Катаны, пилота боевого космического корабля, выполняющего миссии в дальних уголках вселенной. В зависимости от результатов прохождения, игрок получает бабло, на которое модернизирует свой корабль. Определенную помощь в процессе сражений должны оказать и другие пилоты. Например, девственная подружка Катаны Эллен, или Сандра с огромными буферами, ну или, наконец, беловолосый негодяй Найт Ревен. Эффектная трехмерная графика в сочетании с сильной сюжетной линией и потенциально высокой динамичностью сражений обещает Проджект Силфит светлое и безоблачное будущее на экранах HD телевизоров всего мира. А теперь мы расскажем вам об одной из самых ожидаемых игр. Age of Conan Hyborian Adventures — главное и, судя по всему, самое брутальное творение студии фанком в жанре фэнтезийных ММО. Заявленный лозунг «Да мы, Бип, сделаем этот Бип World of Warcraft» реализуется на практике за счет лицензии на серию книг о Конане и обещанную поддержку DirectX 10. А это значит, что нас ждет мрачная, объемная вселенная, которую населяют жестокие боги и мифические монстры. В начале вам предстоит создать персонажа, выбрав одну из трех предложенных рас — Кимерия, Аквелония или Стигия. Одним из основных отличий Age of Conan Hyborian Adventures от других представителей ММО-жанра является насыщенный ролевой сюжет, разделенный на тысячи уникальных квестов. Ключевым достоинством должна стать и качественно новая для ММО-проектов система сражений. Она позволит игрокам манипулировать оружием и управлять им в реальном времени. Например, вы сможете поднять тело врага на своем мече или отрубить ему голову, и кровь будет брызгать во все стороны, не переставая. Что касается даты выхода, то Age of Conan назначен на 30 октября этого года, в чем очень многие сомневаются. А я на этом с вами прощаюсь. До встречи на следующей неделе. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok